Я расскажу об образцах с перекрестничьими антенами, которые мы сделали в последний период в Джабберсе и которые потом мы не анимем. Сначала выполню крепление к детекторам, которые вам нужно будет использовать на моем банке. Мы должны работать социальному часу вокруг 30 гигагерц. Пардущая мощность поиска старается порядка 38 пикават. На данный момент уже изготовлены полометра французской группы и примерно на 2,3 минус 16 гигагерц. То есть у наших детекторов должно быть больше, чем это. Тогда возможно их заменить. На этом слайде представлен дизайн микрослоп антенны. Здесь показывают 4 слота. В каждой из них интегрированы 3 баллантра. Все 4 слота соединены в последовательности. Таким образом у нас получается массив с 12 баллантра. В этой антенне планируется использовать линзу. Поскольку размер между соседними пикселями 5 миллиметров, то линза должна быть 4 миллиметра. Здесь показана диаграмма направленности с одной системой. Это рассчитывалось солидом в HPSS. Для линза 4 миллиметра главный максимум диаграмм направленности составляет 40 градусов. То есть у полугла 20 градусов, у полугла 40 градусов. Это шире, чем нужно для линза. На предыдущем слайде было указано 17 градусов. То есть нам нужно будет учитывать то, что антенна будет видеть не только падающий луч, но еще и стенки клеостат и телескоп. Дальше на этом слайде показана оптическая схема измерения. Здесь находится образец с крепления линзой. В Чалмарсе у нас была линза большего диаметра 12 миллиметров. Она должна концентрироваться лучше и вот этот максимум должен быть хуже. Дальше стояли фильтры, которые должны обрезать множенными частонными полосами. И еще один элемент этой схемы – черное тело. Это мелкая из микринхрома на зеленой несорктивную подложку. Площадь этой пленки 1 на 9 квадратный миллиметр. На этом слайде показан результат измерения оптического отклика. И вам результат показан вот здесь. Мы проводили измерения для 4-х температур твердого и черного тела. Но для температур выше 10 квадратов, для 15-20 квадратов мы уже видим на 2 подложки. То есть вот этот отклик – это не только классический, но и уже и отклик на изменение самой температуры. Поэтому для анальса мы будем использовать только для нижних квадратов. Полученные для 50 квадратов. Здесь показана мощность, изначаемая черным телом. Если проинтегрируется весь сектор в частот, то для 3-х температур черного тела мы получаем следующую мощность. Здесь учтено, что площадь черного тела 1 на 1 квадратный. Также для определения значаемой мощности можно умножить эти крышины на полосу пропускания фильтров и на интересные углы, которые падают на нашу жизнь. Но для оценки видно, как сильно возрастает мощность с увеличением температуры черного тела. На этом графике мы попытались помоделировать и сравнить наши экспериментальные данные с моделью. Были подобраны мощности таким образом, что поглощаемые мощности таким образом, что пики воздух пропускаются инструментально. Какая температура? Фактическая температура 1 квадратный. Здесь плеч, да? Белевольный. Нужно 1,73. Перемь него уложить на 1,7. Ну, группа 200-200-10. Нет, ну вот, переходь, да, все не закончится, чтобы все равно исполнять. А, 4,8. 4,8? Да. Он не правильно будет смыть, он должен поклубить, господа. Почему, господа? Ну, возможно, там будет, господа, здесь будет, господин, господин. Ну, надо смотреть. Таким образом, поглощенную температуру полометров мы не рассчитываем из нашей установки, а мы ее оцениваем в мудриле. Если черное тело при температуре 2,65 кельмит в этой температуре, то поглощенная мощность 0,5-0,6 ка, здесь она не указана. Когда мы наберем в черное тело при температуре, то поглощенная мощность увеличивается до 0,9 ка, то есть поглощенная мощность 0,3 ка. И то же самое значение поглощается, если мы увеличим температуру черного тела до 10 ка. При температуре черного тела до 20 ка мы продолжаем мудрил паковать, но, как я уже говорила, не вся эта мощность хоксическая, часть из нее просто нагреть. Тем не менее, если осуществить шум балолитра, мощность хоксическая шума, и сравнить ее с потонным шумом, который, соответственно, мощность хоксическая паковать, мы получим примерно в такую проценту, минимальное расхождение в два раза получается. В принципе, в такой ситуации потонный шум уже можно обнаружить. Если мы посмотрим на меньше мощности, опять же, теоретический расчет мощности полетного шума, когда температура черного тела до 10 ка с большим мощностью 0,3 ка, то в конце примерно такая. То есть все шумы немного провалились, но соотношение между потонным шумом и шумом балолитра оно примерно 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 2 раза. Но это теоретический расчет. А в эксперименте, если мы рассчитаем потонный шум, то есть не потонный шум, а мощность килограммного шума, расчет очень простой. Здесь всего три личины используются. Три из них измеряются достоверно. Это шум напряжения и отрек. А третья личина по большому мощности мы ее взяли из модели. Экспериментальная оценка получается два из них на 16-е, что примерно на порядок больше, чем теоретическое. Первое отличие между теорией эксперимента в том, что шум, который мы измеряем, неизбежит от полуа. Четыре. Заканчивая шум 10-е на войне вместо заложено более 5. Три. Конечно, мы уже взяли из баспортных шумов. Это экспериментация права у 16-е на войне. Пришлаanstание группы. Почему? Экспериментация ли? Н .. У нас все сад по оборудованию. Я не знаю, почему нужно делать числасть. Что вы делаете? Я не думаю. Я считаю, что вы символируете мутарный эксперимент, и смотрите, как все их описано. Когда вы смотрите на этот забор, брать здесь пять, это, по-моему, ничем не соответствует. Если говорить про то, что вообще птензи может быть передована, я согласен. Ну, в чем здесь это? Это милокийская визность. Перед данным данным. Что очень хорошо. И у нас не получается, как вам сейчас. Следующим шагом планируется увеличить поглощаемую мощность. Для этого нужно будет изменить оптическую схему эксперимента. Сейчас. Проблема в том, что, когда мы нереваем черное тело достаточно сильно, мы требуем передержать. И таким образом мы меняем оконную температуру. Следующим шагом спериметь планируется оградить, мы будем делать таким образом, чтобы он упадал только на линии, и не дрел в ближайшие элементы. Тогда мы сможем нагревать черное тело на больших температурах и поглощать с большей мощностью. Ту, которая требуется для проекта людей. Дальше у нас появились новые фильтры. Планируется сделать этот эксперимент с этими фильтрами. И в нижнем, насколько она уже готова лица диаметром 4 мм. То есть, если мы будем использовать эту систему давлений, то как раз не за 4 мм. Поэтому мы должны делать эксперимент с этими фильтрами. Дальше для понижения собственного шума уголовников из теории следует, что нужно помнить нормальное сопротивление массива. Это паразит, который сравнительно легко контролируется при составлении, и это вполне доступно для реализации. Здесь вот показаны графики, тоже теоретически, что если сопротивление массива меньше 4 раза, сейчас можно было съесть 2 пололома. Если поместить 4 раза, то шум пололометра становится сравненным с потомным шумом. Причем оптимальная точка немножко смешается ближе к точке оптимальной численности. Аплодисменты. И мы длины с議цом на все походы. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ